Так, все, доброе утро. Мы начинаем урок с опозданием. Извиняюсь за опоздание, но лучше поздно, чем никогда. Вот так вот. Если это хорошее дело, лучше поздно, чем никогда. А если это плохое дело, то лучше никогда, чем поздно. Это очень важно, да? Все вот эти вот поговорки, они такие, знаете, двухсмысленные. Вообще вся человеческая, общепринятая вот эта вот концепция, что такое хорошо, что такое плохо, что правильно, что неправильно, она очень сомнительная. Потому что большинство людей, которые живут по этой концепции, они живут очень тяжелой жизнью. Эмоционально, материально, физически. И поэтому сказать, что концепция большинства, она правильная, она неправильная. Потому что большинство страдает ожирением, большинство, ну, как бы не в хорошем физическом состоянии. Поэтому мы не должны идти за большинством, мы должны идти за истиной. За истиной. И даже если, знаете, сколько, вот интересная вещь такая, в мире евреев 0,2%, меньше, чем 0,2% в мире евреев от всего мирового населения. Вдумайтесь, 0,2% это вообще разве эта цифра. Но евреи, а среди вот этих 0,2% от всего мирового населения, религиозных евреев, тех, которые соблюдают Тору полностью и так далее, их 10%. То есть, получается, религиозных евреев в мире 0,02%. 0,02%. И именно они знают истину. Представляете? Вот это Тора, которую Машер Абейну получил от Бога, и Тора, она Эмет, Тора это истина. И только 0,02% в мире знают истину. Представляете? И это создает, да, всем привет еще раз, это создает, создает это некий прецедент, да? То есть, это значит, что и в других вопросах, даже если все думают, что это так, то это может быть не так. Я сейчас вспоминаю, интересно, я читал книгу «От нуля к единице» Питер Тиль. Это один из самых известных в мире инвесторов, который был первый инвестор Фейсбука, PayPal он создал и так далее. Он был партнером Илона Маска. Так вот, Питер Тиль, он, когда принимал людей на работу, у него был первый вопрос. Он говорит, скажи, пожалуйста, вот он так говорил человеку, какое общепризнанное мнение, общепризнанная истина является неверной? Он ему задавал такой вопрос, этому человеку. Вот назови мне общепризнанную истину, которая неверна. Если человек не мог задать этот вопрос, ну, то есть, если он считал, что все, ну, как бы, все истина, тогда он его не брал на работу. То есть, именно это очень такое было вступление. Все, двигаемся дальше. Значит, мы дошли до 14 главы. До 14 главы, 24 отрывок, мы изучили, что корона мудрецов, их богатство, и глупость, глупость грешников, это грешников по вожделению, это глупость. То есть, они, их скептицизм, это глупость. То есть, они, как бы, по-настоящему-то они верят. Теперь дальше. Дальше мы дошли до 25 отрывка. 25 отрывок звучит так. Матсиль нефашот эт эмет. Значит, спасает души свидетель истины. В аяфиях гзавим мирма. И тот, кто выдыхает говорящий неправду, создает ложь. Значит, на русском вообще фраза не имеет смысла. Говорящий неправду создает ложь. Спасает души свидетель истины. Очень странная вещь. Давайте рассмотрим ситуацию. Значит, есть по Торе. По Торе Бог написал, что есть определенное количество преступлений, за которые человека надо убить. Добрый Бог, который любовь, который сотворил весь мир, который всем хочет сделать только добро. И он сказал, что за вот эти вот преступления смертная казнь. Очень странно. Очень странно. Теперь, как это объясняется? Значит, объясняется это так, что когда человек совершает какой-то... Ну, то есть, весь этот мир, это как игра. Бог хочет дать вечную награду. Чтобы эту вечную награду получить, вечную огромную награду, нужно сделать определенное количество действий, чтобы эту награду заработать, чтобы все было честно. Значит, эти действия называются заповеди. И какие-то вещи, Бог сказал, их делать нельзя. Точно аналогия с компьютерной игрой, которую создатель игры, он может сказать, что вот сюда пойдешь, жизнь потеряешь, вот сюда пойдешь, коня потеряешь, а вот сюда пойдешь, и жизнь найдешь, и коня найдешь. То есть, почему так? Он Бог, он хозяин мира. Теперь Бог сказал, что если ты делаешь вот такие-то неправильные действия, например, если ты засовываешь пальцы в розетку, то тогда тебя бьет током. Понятно? Понятно. Значит, Бог сказал, пальцы в розетку засовывать нельзя, и приближаться к розетке тоже нельзя. Есть еще правило такое, что открытую розетку пускать под ток тоже нельзя. То есть, это примерно такая метафора всех запретов. Теперь, и Бог сказал, что если кто-то засунет пальцы, нарушит запрет приближаться к открытой розетке, засовывать в нее пальцы, то мало того, что его убьет током, но даже если он это сделал, когда розетка, представьте, вот открытая розетка, человек засовывает в нее пальцы, она к электричеству не подключена. Но какой пример он дает остальным? Дети, которые на него смотрят, люди, которые не знают, есть там электричество или нет. Люди думают, а, он засунул пальцы в розетку, его не убило? Не убило. Значит, можно. И они начинают совать пальцы в розетки, их начинают убивать. Поэтому Бог сказал, что если человек совершил преступление, тогда за определенное преступление ему нужно сделать смертную казнь. Ну, сейчас как раз недельная была глава, когда один, например, проклинал Бога. И Машер Абейн не знал, что с ним делать. Это первый раз было, что вышли из Египта, море раступилось, видели прямо, ну, все чудеса, все казни египетских. И тут вдруг один начинает проклинать Бога. Это была вот как раз сейчас недельная глава. Бог сказал, вот этого, который проклинает Бога, его надо убить. Причем не просто убить, а затедать камнями, чтобы все общество видело и понимало, какие последствия. Потому что, если не убить его и не увидят, какие последствия, то Бога будут проклинать все. Бога будут проклинать все, ну, не все там, кто-то, не дай Бог. Значит, ни у кого не будет награды. Значит, мир вообще впустую, можно мир уничтожать. Так поэтому, для того, кто сделал преступление, для него лучше, чтобы он своей смертью искупает этот грех и тоже получает награду. То есть, он очищается. А для остальных лучше. Они увидели, что тот, кто сует пальцы в розетку, даже если эта розетка была не подключена к сети, он получает наказание очень серьезное и люди начинают остерегаться розеток. В этом смысл наказаний Торы. Теперь смотрите, что получается. говорит нам царь Соломон, спасает души свидетель истины. Если человек является, он видит преступление, должен ли он рассказать или не должен рассказать? С одной стороны, если он сейчас пойдет в полицию и скажет, я видел преступление, я видел, что там Вася убил Петю, то тогда Васю поймают и тоже убьют, его казнят. Допустим, в стране, где есть смертная казнь. И сидит этот свидетель и думает, что же мне делать, как же мне быть? Все равно Вася уже убил Петю. Значит, теперь, если я скажу, что я, что Вася убил Петю, я единственный свидетель. Значит, Васю тоже убьют. Петю-то это не спасет? Не спасет. Значит, я, получается, стану причиной смерти Васи. Можно делать или нельзя? Обычный человек, он будет в дилемме. Он будет в дилемме, он не знаю, может, надо брать на себя, не брать на себя. Теперь, тот, кто учил притчи царя Соломона, он читает 25-й отрывок 14-й главы. Ему все понятно. Спасает души свидетель истины. Значит, он кого спасает? А Вася может завтра не только, он вчера Петю убил, а завтра он пойдет убивать дальше. То есть, когда истинный свидетель говорит правду, то он спасает души других людей и спасает душу того человека, кто убил. Потому что, если его сейчас остановить и наказать соответствующим наказанием, мера за меру, то тогда его душа очистится и он может быть там спасется, если он раскается перед смертью. И его наказали, он убил, его убили. Но если свидетель истины, который видел преступление, он себе начнет выдумывать свои правила. Как выдумывали свои правила, которые спасали нацистских преступников, были священники католической церкви, которые спасали нацистов, которые просто были садисты, которые своими руками, этот Менделе был и Макшмова Зихро, нацистов спасали католические священники, которые переправляли в Южную Америку. Это значит, что они не учили. Они считали, что они спасают, а они наоборот делали зло безнаказанным. И он не будет стукач, он будет массильный фашот, он будет спасающий души свидетель истины. Это первая часть отрывка. То есть, если ты знаешь правду, и ты своей правдой можешь спасти других людей, ты должен сказать правду, чтобы спасти других людей от преступлений. Дальше. В Иофиях Гзавим Мирма. Тот, кто выдыхает Гзавим. Здесь в Иврите есть шетер. Шетер это обман. А есть казав. Двар казав это не обман. Это то, что... Вот смотрите, приведу яркий пример, чтобы было понятно, чем отличается пустое от обмана. Если человек говорит, я летал на Луну, а он не летал, то это чем является? Это является обманом. Он конкретно исказил правду, обманул. Я летал на Луну, он не летал. Но если человек говорит, я полечу на Луну в ближайшие 10 лет, это пустое. Это не обман, потому что еще 10 лет не прошло. Но если только через 10 лет выяснится, это было обманом или нет. Покаместь это пустое. Теперь те, которые высказывают много пустых вот этих вот обещаний и так далее. Я завтра полечу на Луну. Я собираюсь делать зарядку. Я собираюсь... Я вот вижу по лицу этого человека, что он может совершить преступление. Это все пустое. И тот, кто в эфиях зовим, тот, кто выдыхает вот это пустое, он, мирма, он создает предпосылки для обмана. Он создает предпосылки для обмана. Покаместь это еще не обман, Покаместь это просто пустое. Все вот эти вот сообщения, там Илона Маска и так далее. Сколько было таких? Была одна, которая ее назвали Стив Джобс в юбке. Она 9 миллиардов долларов она собрала на исследование. Ее компания стоила 9 миллиардов, а у нее было ее состояние 4 миллиарда. Потом оказалось, что это все был обман, блеф, пустое. И в момент, когда выяснилось, что это было пустое, все ее обещания, тогда это стало обманом ее обещания. Но Покаместь она обещала и не выяснилось, что это было пустое. Это было двор Казах. Все, значит, еще раз, истинный свидетель спасает души. Тот, кто выдыхает пустое, он создает обман, создает ложь. И 26 отрывок, 26 отрывок он звучит так. Значит, Байрат Ашем, Мифтах Ос, Улибанав, Ие Махсе. Значит, Байрат Ашем, страх перед Богом, он создает крепкую опору. Мифтах, такую вот уверенную опору. Страх перед Богом создает уверенную опору. И сыновьям он будет защитой. Улибанав, Ие Махсе. Значит, тут смотрите, что получается. Здесь нам царь Соломон дает две очень важных формулы, как работает мир. Первая формула такая, что все интеллектуальные рассуждения это иллюзия. Или что, можно, пожалуйста, внизу лежит батарейка, внизу, вот там, где мои книги. Ну, понял, это зарядное устройство, батарейка. И шнур нужен, шнур, который к айфону. Нужно принести этот метан и шнур к айфону. А то сейчас, чтобы не сел. Смотрите, очень важно, перерывчик такой был, да, небольшой. Значит, весь мир состоит из интеллектуальных предположений, как оно все работает, что надо делать. Вот сидит человек, он думает, я хочу то, я хочу это. В космос, может в космос полететь, а может, а может не летать, может быть, получится у Илона Маска, может не получится. Начинался вот этот, когда сейчас коронавирус и после него кризис, каких только предположений не было. И что миллионы людей умрут. И что там вообще миллионы, миллионы умрут из миллионов. Где все миллионы умершие-то? Нету миллионов умерших. 300 тысяч умерло, это годичная, годичная, если вы откроете Витипедию, умирает от последствий гриппа каждый год от 250 до 600 тысяч человек. Каждый год умирает, не, вообще нет. лежит такой батарея такая. Яш, можешь принести матан батарея и шнур для айфона зарядный. Внизу у меня на полках, где книги. Или шамат, да. Хорошо. Давайте еще раз. Значит, отрывок звучит так. Страх перед Богом, уверенная опора. И для сыновей будет защитой. Первая часть отрывка. Значит, у человека есть некое огромное количество информации из общества, из окружающего мира, которая, большая часть этой информации является дварказав, пустым. Что значит пустым? Оно является, люди высказывают свои мысли, а может так, а может сейчас коронавирус, а эти умрут, эти не умрут, эти, значит, будет так, а может будет по-другому. И так далее. То есть люди обмениваются пустыми, это называется дварказав, пустыми вещами. Дальше. Дальше у человека, у человека, который слышит, который слышит эти все вещи, ему не за что зацепиться. И он думает, как же жизнь-то свою строить? Как свою жизнь строить? Хорошо. Ему большинство людей, они не задают этот вопрос. Они получают конкретно из СМИ средства массовой информации, им дают готовые шаблоны. Значит, сейчас двигаемся в этом направлении. Человек покупает, например, квартиру, и он выплачивает 20-30 лет. Раньше было рабство, рабство было недобровольное, сейчас рабство добровольное. То есть он, как бы, должен работать для того, чтобы выплачивать все эти свои там обязательства, кредиты и так далее. И теперь дальше, дальше за что зацепиться? Говорит нам царь Соломон, самая крепкая такая опора в жизни это страх перед Богом, трепет перед Богом. То есть ты можешь с Богом соединиться на уровне идей, но идея о Боди, сама идея о Боди, она ничем не отличается от идеи о Вселенной, идея о, я не знаю, о доброте и так далее. То есть это просто мир идей. Чем отличаются люди верующие от людей неверующих. У них есть то, что называется вот этот стержень, у них есть эмоциональная связь с Богом, которая называется страх перед Богом. Страх это очень сильная эмоциональная энергия, которая двигает людьми всеми. То есть у нас прошито у всех внутри инстинкт самосохранения. И большая часть действий, которые человек делает, даже просто сидеть и не упасть, это что меня держит ровно. Инстинкт самосохранения, потому что о чем не упасть, да, вот почему бы не упасть, но инстинкт говорит, Ицхак, упадешь, будет больно. Не говорит, а он управляет, поэтому я сижу ровненько. Дальше хочется кушать, инстинкт самосохранения, а вдруг еды завтра не будет, а вдруг что буду делать, а вдруг я заболею, а вдруг кто, а вдруг все. Человек женится из-за этого и так далее. То есть страх, он рулит человеком, очень сильная внутри такая прошитая энергия и побудительный мотив многих действий. Теперь говорит нам царь Саламон, хочешь в жизни крепкую опору, именно опору, на которую потом одевается любое знание, любые решения, любые действия. Бойся Бога. Хочешь кого-то бояться, бойся хозяина мира, который миром управляет, который дает тебе завтрашний день. И когда ты боишься Бога, тогда ты на эту опору начинаешь соблюдать его заповеди, тогда ты начинаешь слышать и слушать слушать и слышать Тора, это учение, которое говорит о том, что Бог от нас хочет и так далее. То есть страх перед Богом является вот этим вот фундаментом и краеугольным камнем, на котором можно построить все остальное. Личность человека, устремление, цели, планы, правила, принципы и так далее. Но нужен вот этот вот стержень. То есть как штифт, когда зубы, ты одевают зубы, в Десну впиливают штифтик такой и на этот штифт одевают зубы. Если ты садишь дерево, если корней нету, дерево, оно упадет. Но если есть у тебя корни, то дерево будет стоять. То же самое, страх перед Богом это надежная, крепкая опора, на которую дальше можно одевать мировоззрение, есть правила поведения, есть, ну и так далее, миллион разных возможностей. Теперь, а что такое вторая часть отрывка? И сынам своим он будет защитой. Значит, каждый человек своими действиями он создает, на Востоке это называется этим словом более всем знакомым, карма. Карма, у нас в Тории это называется та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. То есть та мера, которую человек отмеряют, отмеряют ему с неба. Это в иудаизме. И второе, вот как раз это было в недельной главе, мера за меру, да, то есть глаз за глаз, зуб за зуб, там, и так далее. Что имеется в виду? Каждый человек, он своими действиями и поступками, он создает на небе некую реальность, которая потом к нему возвращается. Понятно, да? То есть ты создаешь реальность, а она потом начинает на тебя работать. Теперь человек, который выбрал для себя крепкой опорой страх перед Богом, то этот человек, он не только себе создает вот это вот позитивное влияние, но и своим сыновьям на многие поколения. Потому что, потому что, как Бог сказал в Торе, что я, буду платить детям за поступки их отцов плюс до, по-моему, до такого поколения? Ну, нет, это взыщу, он говорит, взыщусь детей за грехи отцов до третьего, четвертого поколения, а награду любящим меня на тысячу поколений, по-моему, там написано. То есть, награда идет на тысячу поколений, а наказание до третьего, четвертого. Это очень интересно, почему наказание идет на сыновей до третьего, четвертого поколения, если в другом месте в Торе написано, что не отвечают дети за грехи отцов. Так, там объяснение такое. Если дети сходят с пути отцов, тогда дети не отвечают за грехи отцов. То есть, был отец грешник. Ребенок, он стал праведником. Праведник не отвечает за грехи отца. Это понятно. Теперь, до тысячного поколения она напоминает. Давайте еще раз, смотрите, как в Торе написано. Если отец злодей, то Бог наказывает сына до третьего, четвертого поколения. Если отец праведник, то награда идет на тысячу поколений. Как это работает? Разбираем вначале пример отец грешник. Отец грешник, если сын стал праведником, уже наказание на сына не идет. Но если он такой же грешник, как отец, например, отец был алкоголик, и сын его тоже алкоголик, значит, у сына еще есть шанс какой-то, да, представьте ситуацию, семья. Отец алкоголик, сын алкоголик. На третье поколение, как вы думаете, родится третий алкоголик? Ну, еще возможно. То есть, за этого, за второго алкоголика, может быть, выйдет какая-то алкоголичка, и на третьем поколении, может быть, родится какой-то маленький алкоголик, но до четвертого поколения уже алкоголики не доживают. То есть, уже он и не женится, и от какой-то болезни умрет. То есть, алкоголизм он убивает до третьего-четвертого поколения. Любой другой возьмите грех. Отец стал, там, подумал, что жить женщинами не обязательно. Все, значит, на одно поколение уже второго поколения не будет. Отец ворует. Значит, если он ворует, то рано или поздно его поймают. Может быть, у него сын родится. Сын тоже стал воровать. Может быть, у сына родится третий сын, который тоже ворует, но уже в тюрьме, представьте, три поколения преступников. Уже, скорее всего, там оно как-то прерывается. Поэтому, значит, это мы разъяснили принцип, что наказывают детей за грехи отцов до третьего-четвертого поколения, но в любом поколении, если сын становится праведником и не повторяет грех отца, тогда он выходит из этой петли. Теперь, ну, в этом отрывке написано, что будет защитой для детей. Так теперь тот, кто нашел свой этот стержень, страх перед Богом, и он на базе этого стержня совершает все свои выборы, в этот момент он не только себе, каждым своим правильным действием создает защиту, но и своим детям на тысячу поколений. Понятно, да? Все, вот я даже сегодня, сейчас я ехал, чуть-чуть опаздывал, но я думал, если бы я Мишли не учил, на базе каких принципов я бы принимал решения? По-любому были бы какие-то принципы, были бы какие-то правила. То есть люди, они все время ищут какую-то идеологию, как правильно действовать. Но я вот могу сказать, это моя профессия, искать схемы мышления и схемы действий. Но Тора, конечно, превыше всего. То есть это Бог, создатель мира, рассказал, как все работает. И, конечно, ну, опять же, если нету страха перед Богом, тогда человек выбирает только свое удовольствие. И он будет, его главным принципом является что? Краткосрочная перспектива. Вот я прям сейчас хочу кайфануть, а там, что дальше будет, неважно, будет, не будет и так далее. Но тот человек, который хочет в долгосрочной перспективе, в вечной перспективе жить хорошо, пожалуйста. То, Которо, страх перед Богом, крепкая опора. Все, спасибо царю Соломону за то, что нам передал притчи Мишли. И спасибо всем вам, что вы их изучаете, благодаря тому, что вы приходите на уроки. У меня есть, есть у меня большая мотивация к ним готовиться. И с Божьей помощью, вот мы уже подошли, 14 глава, всего 31 глава в Мишли. Мы с Божьей помощью закончим. Дамир, партнер, всего хорошего тоже. Анна Кравцова. Все. Амин, броход, всем броход. Все, счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok